Итак, народ, всех приветствую, с вами Дипрайз, и я занимаюсь музыкой с 7 лет, но осваивать я и начал не с гитары, а с других музыкальных инструментов. На гитару же я переключился лет в 15 и постигал ее самостоятельно. А так как портитуры к тому времени с листа не читал уже года 3, и да, и вспоминать честно уже не хотелось, то, естественно, я занимался по табулатурам. Сначала это были какие-то распечатанные партии, там, металлики, с огромным трудом нарытые у знакомых и в местной тусовке, которые тут же перехватывались. Но потом, с появлением интернета, найти табулатуры стало гораздо проще. А благодаря компьютерным программам в уставах легче разбирать. Кстати, вот в те времена, из-за несовместимости моей звуковой карты с Guitar Pro, например, я мог разбирать табу только визуально, звука не было. И так как на гитаре меня играть никто не учил, то некоторые позиции в табулатурах вызывали непонимание. И вот про такую фишечку мы сейчас и поговорим. Я с ней столкнулся в табулатурах неопанкрока, неопанкроком я называю, калифорнийский панк, скейтпанк, поппанк, и в чем суть этой фишки? Одна гитара ведет ритм пауэр-аккордами либо чёсом, а вторая гитара играет мелодию. Но ведет она эту мелодию двумя нотами, сыгранными в октаву. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну то есть если мы возьмем ноту Ре на пятом ладу на пятой струне, то вторая нота Ре в октаву будет находиться на седьмом ладу на третьей струне. И собственно возникает вопрос, как извлекать эти две ноты с минимальной грязью? Можно конечно схитрить и воспользоваться октавером, но как видно из видео, гитарист действительно зажимает две ноты и атака идет на все струны. Тем более на концерте, когда тебя переполняют эмоции, ты играешь с экспрессией, точность извлечения гораздо ниже, чем на репетиции или уж тем более в студии. Значит задача стоит максимально заглушить остальные струны. Я это делаю таким образом. Большим пальцем я глушу шестую струну, указательным зажимаю нужную мне ноту и одновременно фалангой указательного пальца глушу струну ниже. Безымянным пальцем я зажимаю вторую нужную мне ноту, а мизинцем глушу первую и вторую струну. Я не глушу первую и вторую струну указательным пальцем, потому что когда я поджимаю шестую струну большим пальцем, то указательный палец изгибается полукругом. И максимум, что я могу сделать, это поджать струну ниже фалангой. Ну и давайте попробуем что-нибудь сыграть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, звук стал гораздо вкуснее, чем если вести мелодию, сменяя только одну ноту. Надеюсь, информация была полезной. Кто знал, молодец, а кто не знал, пожалуйста, пользуйтесь. Делайте свою музыку интереснее, пишите хиты, подписывайтесь на канал. А с вами был Дипрайс. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...